До шестых международных спортивных игр «Дети Азии» остаются 39 дней. К одному из главных событий четырехлетия республика готовится основательно. Ведь в Яковск съедутся представители 38 стран мира. Подготовка идет разноплановая. Помимо дежурных работ по тому же ремонту дорог, озеленению, приведению в готовность спорт-объектов, ведут и имиджевую раскрутку предстоящих игр. На полмесяца назад в сети появился клип на песню «Якутяночка». Композиция уже стала хитом. Мой коллега Александр Лысак собрал кадры со съемок нашумевшего видео о закулисной работе, участниках проекта и о прокатившейся по стране волне успеха. Новая аранжировка, слова и декорации. Знаменитая песня «Якутяночка» Натальи Трапезниковой обретает второе дыхание в исполнении Варвары Висбор. Две недели назад клип появился на портале YouTube. За это время его посмотрели более двух миллионов человек. Автор идеи, а также режиссер и исполнитель рэпер Элван, он же Ливан Горози. Сегодня он живет в Москве и собирает стадионы, а раньше играл в баскетбол и учился в 21-й школе в Якутске. Был даже чемпионом игр «Дети Азии». О детстве, проведенном в республике, парень постоянно говорит в собственных клипах. Я мечтал реализовать этот проект три года. С того самого момента, как услышал оригинальную песню «Якутяночка» в исполнении Трапезниковой. В этом году в моем родном городе Якутске пройдут шестые международные игры «Дети Азии», которые состоятся с 5 по 17 июля. Считайте, что эта песня и видеоклип являются приглашением для всех жителей нашей страны и планеты Земля посетить мой город и эти игры. Добро пожаловать в эти белые края. Площадкой для создания клипа на песню «Якутяночка» стал не студийный павильон, а огромная местность Усь-Хатын в Якутске. Съемочные процессы занял у команды 4 дня. Результат – нескольких апрельских суток, проведенных без сна, и смогли увидеть интернет-пользователи. Больше всего зрителей удивил огромный кабриолет, сделанный из обыкновенного автобуса «ПАЗ». Чтобы переделать машину, понадобилось спилить крышу и потратить полтора дня на покраску. Сейчас автобус не на ходу и, как видите, мирно стоит в гараже. Увидеть его в деле якутяне и гости столицы смогут в середине лета во время игр «Дети Азии». За дизайн автобуса отвечали художники Кедана Игнатьева и Андрей Степанов. Созданием макета будущего кабриолета занималась девушка. Она рассказывает, что проект создавался в больничной палате, когда не вырезали аппендицит, что не отразилось на результате. По словам Андрея, подобные клипы показывают Якутию с наилучшей стороны. Очень был горд, что наша совместная работа засветилась по всей России. Все теперь знают о нашем кабриобасе, благодаря Алвану, о Якутии в целом. Постоянно смотрю, в комментариях пишут, что ртой автобус сделали. Радуюсь, конечно, считаю такие комменты. А так сложности были, это, наверное, крайние краткие сроки. Это было, конечно, сложно еще со швами в животе. Вся массовка для съемок – это местные ребята. Национальные костюмы сделаны дизайнером из Якутии. Конечно, были и якутские красавицы. Среди них зрители успели выбрать ту самую якутяночку. Сейчас так называют студентку будущего юриста Наталью Румянцеву. Хотя девушка не считает, что после съемок в клипе стала известной. О, это она идет! Такого нет. Было, в принципе, очень все круто и очень интересно, весело. Сложно было это, то, что мы не спали двое суток подряд. И на камеру не нужно показывать, что мы там устали, мы там не спали. После выхода клипа на создателей, и в частности Луана, от некоторых пользователей соцсетей посыпалась различная критика. Обвиняли в том, что испортили песню и сняли материал, который не раскрывает Якутию. Через что пришлось пройти съемочной команде, чтобы снять материал, знает этот парень, Виталий Борзенков. Он отвечал за организацию съемочного процесса, поиск автобуса, массовки, танцоров, в общем, за все. По мнению Виталия, негативные комментарии в интернете не отражают реального отношения окружающих к песне. В каждой машине сейчас, на каждой радиостанции играет эта песня. Людям нравится. Заходишь в клуб какой-то ночной, там тоже играешь. Все танцуют по этой песне, все знают движение, все подпевают. Это классно. Якутияночка является официальным треком шестых международных спортивных игр Дети Азии. Не путать с гимном. Композиция Луана привязана именно к нынешним соревнованиям. К слову, Ливан Горозия зимой этого года стал официальным послом игр. Заказчиком песни клипа выступает дирекция Дети Азии. Якутияночка обошлась в 2 миллиона рублей. Учитывая, какая волна пошла по стране после премьеры видео, это небольшая сумма. Это недавний концерт Луана в Уфе. И во время ближайших выступлений зрители также услышат Якутияночку. Люди устраивают различные флешмобы под песню. Дважды танцевали жители столицы республики. Кроме этого, в интернете появилась запись, где к акции присоединяются студенты-якутияне из Владивостока. На просторах всемирной паутины бесчетное количество видео, на которых россияне подпевают якутияночки. И танцует якутияночка моя. И танцует якутияночка моя. Практика, когда популярные певцы исполняют гимны мировых чемпионатов или соревнований, давно известна. Якутияночка от других композиций отличается тем, что создавалась с прицелом на молодежь. И спустя полмесяца можно сказать, что клип выстрелил. Благодаря якутияночке активно обсуждают не только предстоящие международные игры Дети Азии. Говорить начинают о всей Якутии, о ее жителях, природе и традициях, а не только об алмазах. Александр Лысак, Василий Соловьев, Иван Семенов и Владимир Борисов. Якутия. День за днем.